всем привет я рада что вы зашли на мой канал сегодня я задумала сделать беляшки но не в обычном понимании которые жарятся в масле от духовки мы их испечем в духовке для этого нам потребуется пол литра кефира так 2 яйца добавим можно и одно у меня крупно что получилось можно было и одну половину чайной ложки соды половину чайной ложки соли и чайную ложку сахара усилитель вкуса размешиваем все это и добавляем муки мука у меня здесь взвешенная взвесил специальный килограмм муки сколько заберет тесто я потом скажу не знаю никогда не взвешиваю ну тут раз уж снимаю видео то надо сказать людям точно добавляем до тех пор пока она не станет у нас уже густым когда можно уже замешивать рукой оба Вот так. Тесто у меня получилось много, фарша у меня мало, значит остатки теста мы испечем лепешки. Пожарим на сковороде, вот такое тесто у нас в итоге получилось, муки ушло у меня, грамм 200 наверное осталось 800, но еще на подсыпку, ну грамм 900 нужно будет. Сейчас я тесто укладываю снова в емкость, закрываю крышкой и пусть полчаса она постоит. За эти полчаса мы сделаем начинку. Так, а начинка у нас будет состоять из фарша, здесь у меня фарш готовый, половина свинины, половина говядины, немой фарш. Сюда я добавлю просто соль, перец и три головки репчатого лука. Все перемешаю и фарш будет готов. Ну вот тесто у нас полежало, отдохнуло. Будем готовить. Фарш тоже готов. Так, а здесь я делаю просто. Я просто отрезаю столько теста, сколько мне надо. Ничего не взвешиваю, ничего не измеряю. Как-то со временем рука так вот привыкла и привыкла. Так делает и делает. Мне кажется, так почти многие делают. Я, конечно, не буду вот так скатывать этот шарик, как многие показывают. Зачем это надо? Зачем скатали? Он прекрасный получается. Нужно закатывать пальцами вовнутрь и все. И шарик будет ровный. Вот так. И теперь подпыляем, конечно, постоянно. Раскатываем. Так, вам видно хоть? Блин, видно? То я как-то еще и не привыкла куда ставить. Я уже не знаю, куда этот фотоаппарат мне ставить. И сбоку, и с краю, и сверху. Все что-то мне не нравится. Все куда-то я уползаю. Начинаю видео смотреть, думаю, ну блин, куда заехала? Все поглядываю. Видно, не видно? Вот так примерно. Фаршу. И защипываем. Делаем как беляшек. Так немножко придавливаю. Вот. И так следующий. Сейчас еще один покажу. Не будет достаточно, я думаю. все будет понятно. Я, правда, в тесто масло растительное не добавила. Я когда-то добавляю, когда-то нет. Когда масло добавишь, они получаются немного как бы рассыпчатое тесто, что ли. А здесь оно будет немножко мягкое какое-то такое, эластичное. Посмотрим. Я уже давно не делала, это только благодаря каналу я решила сделать. А так мы выпечку-то редко едим. Ничего. Иногда можно. Вот так. Вот такие штучки мы с вами сейчас налепим. Вот у меня получился противень беляшей. Сейчас я его засуну в духовку. Посмотрю, сколько будет печься. Расскажу, как и что получилось. Даже сама не знаю. Давно не делала. Может, вообще в духовке не делала. Нет, делала. Я уже просто вкус не помню. Но у меня осталось немножко еще тесто, чуть-чуть еще фарша. Это я уже сделаю на сковороде. А вообще-то нет, тоже сделаю в духовке. На лепешке раскатаю и сделаю в духовке. Вот такой второй лист у меня получился. Остатки. Треугольничками сделала для разнообразия. И раскатала на лепешке. Так. Сделаю надрезы. Хотела сначала вилочкой проткнуть. Но мне надрезы сделаю. Вот так. Ну и можно вилочкой. Для разнообразия. Для красоты. Вот так. Ждем беляши. И потом подключусь, покажу, что у нас получилось с вами. Вот такие красавцы у нас с вами получились. В общем-то, мяконькие, хорошие. Я сейчас сливочное масло сверху обмажу. Можно было, кстати, перед выпечкой яйцом смазать. Или желтком. А и не стало что-то. Вот так вот масочком. Они так поднялись, интересно. Кругленькие стали. Я их делала плоскими, а они круглыми. Ну, короче, совсем другой результат, чем на масле. Компорт, который на масле жарится. Но я надеюсь прямо, что будут они очень вкусные. Они очень вкусно пахнут и мягонькие. Я почему-то думала, что они сильно высохнут в духовке. Ничего подобного. Сейчас муж приедет с работы и оценит. Он у меня любитель этой всей выпечки. Ему нельзя, а он хочет. Мне можно, я не ем. Ну, ем, почему не ем? Как не ем-то? Сема, все, иди. Вот. Ну вот. Красавцы. Вкусненькие. Вот немножко они уже и прижимаются. Не такие пухлые становятся. Вкуснота. Я еще решила маслечко, пока не горячее, по маленькому кусочку добавить. А! Травится так травится до конца, да? Жирненько так жирненько. Один раз поесть и забыть. Опять на пару месяцев. Если бы не канал, конечно, я бы не собралась их делать. Как-то отошло у нас уже все это. Сейчас. Немножко будем кушать. Вот все. Растапливается масло и будет вкусненько. Вот такие лепешки у меня получились. Я их тоже смажу маслечком. Вкусненькие. Они мягкие. Так. И сюда мы положим. Растаяло уже масло-то. А! Какая кулинарка, да? Все как попало. Все культурно. Все. Сейчас отмякнут немножечко. Здесь мягкие. Ну, все. Все прекрасно получилось у нас. На этом я заканчиваю свое видео. Пишите комментарии, если кому понравилось. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями. И до новых встреч! Забыла вам показать, что у меня получилось. В разрезе-то вот такой беляшек. Тесто просто замечательное. И вот отломила лепешку. Смотрите, какое тесто классное. Шикарно. Я вообще люблю это тесто на кефире. Намного интереснее, вкуснее и полезнее. Ну, теперь все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...